Кисофам 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 которые до этого сутки фактически боролись по обычным правилам. Список рекордов станции постоянно пополняется новыми достижениями, так как команда КИС-ФМ постоянно работает в режиме нон-стоп и никогда не перестанет удивлять своих слушателей. Один из очень приятных и международных рекордов был установлен на самом популярном танцевальном проекте СНГ – Казантипе. Рекорд на Казантипе – это был рекорд, который сделали резиденты радиостанции, они играли на танцполе КСФМ в республике, и это 100 часов непрерывного диджей-сета. Сет должен был начаться в среду, в четверг позвонил Лёше и сказал, ну что там, я скоро подъеду, в пятницу он приехал. Ну и в общем, в итоге мы начали, да, был сканем и 100 часов он играл, да. Реально, Лёша играл 100 часов подряд. На Казантипе была вообще масса прикола. Идем, получается, уже после выступления лежит такой мужик, половина часть его тела на песке, другая часть торса валяется на дорожке, на которой мы идем, и на глазах какая-то фигня непонятная. То есть мы подходим и видим смешного плюшевого ёжика. И мы такие, то есть утренняя лихорадка, ой, смотрите, ёжик! Чувак такой смахивает игрушку в глаз. Какой нахуй ёжик? Белочка, блять, у всех тут белочка. Радиостанция Микисофам не собирается останавливаться на достигнутых результатах. И с новой силой и энергией будет нанести море радостей и позитивных эмоций своим неординарным радиослушателям. Я не думал, что станция танцевальная может прожить 10 лет. Я думал, что 5-6 лет, после чего она сдохнет, мы её закроем и займёмся чем-нибудь другим на этой волне. Но, видно, что 10 лет, и, по-моему, всё только начинается, и через 10 лет до нам будет 20 лет. Вот я прямо даже не знаю. Но явно мы уже будем вещать не только в Украине, я думаю, что Россия точно появится. Я думаю, чем дальше будет развиваться цей свет электронный, тем больше будет развиваться КСФМ. И появление у нас в мереже, або, например, то, что мы занимаем первые 50 лет, или вообще в интернет-мережах, для нас это cool. То есть, как мы делаем, оно отработается. Нечедавно мы даже получили какую-то награду, что у меня популярная интернет-радеостанция в России. Мы не знали этого. А вот там присылают, звонят до нас, как-то. Дяка. Очень хочу посадить станцию всё-таки, сделать её такой open space, открытую, за стеклом, как это назвать этот проект. Не получилось из-за кризиса, но, надеюсь, может быть, получится. Очень хочу, чтобы люди могли приходить, видеть нас, чтобы мы стали ближе. КСФМ 2.0, который у нас есть в интернете, я думаю, что он немножечко претерпит изменения. Это будет платформа для молодых диджеев. Очень многие хотят попасть в эфир радиостанции. Я думаю, что они изначально будут пробовать свои силы на интернет-радио КСФМ-овском. Если там они будут набирать какое-то определенное количество рейтинга, то дальше будут перезагрузаться в основе. История будет в том, чтобы люди всё-таки могли слушать любимые треки КСФМ-овские, которые им нравятся в том порядке, в котором они сами захотят. Здесь всё будет гораздо проще. Люди будут слушать эфир. Во время звучания треков они будут отмечать какие-то треки, что эти треки им нравятся, а эти треки им не нравятся. Добавлять свои плейлисты прямо из эфира и потом уже там слушать, делиться этими плейлистами. И вот это такая глобальная какая-то история, которая много лет должна прилечь к нам на сайте. Я не могу отписать своих коллег, они для меня как китайцы все на одно лицо. Возможно, кто-то уже и не придёт через 30. Я даже не знаю, Санни, Санни, Санни. Он самый живой и активный чувак у нас на станции, который вполне возможно через 30 лет он будет тем же диджеем, работающим всё в том же сексу, и форца же. Артём, да, уже седой, но именно с этим. Он же у нас казак, любитель. Я уверен, что когда-то он всё сделает. Санни, я уверен, что тот человек, который будет всю жизнь заниматься музыкой, он останется этим чуваком, играющим на всяких этих балалайках, при бамбасах, обрастающих этими нералитетными вещами. Ира Чемпион — это будет такая бабушка, которую я в Palm Beach видел, прям такой супергород старых бабушек, которые, знаешь, в этих платках цветных, в этих очках охрененных тоже цветных, и обязательно на Porsche, и я видел реальных таких бабушек, их там много. Вот Ира будет вот такой. Нет никаких сомнений, что каждый сотрудник КИС-ФМ боготворит свою любимую радиостанцию. И у каждого в запасе есть пожелания на будущее. Я желаю действительно каких-то достижений уже на мировой арене. Подаваться в какие-то рейтинги лучших танцевальных радиостанций, лучших подкастов, и вот туда двигаться. Конечно, не терять танцевального ритма и держать всегда нос по ветру тенденции к танцевальной электронной музыке. В коллективу радиостанций я желаю по-прежнему оставаться семьей, а в семье бывает разное, бывает всякое, и вот умение все это переживать внутри, не вынося ссоры за зубы, и оставаться при этом семьей — вот это самое главное. Каждый год мы делаем очень много вещей, очень много ивентов, очень много праздников, и хочется с каждым днем повышать наш уровень организации, музыки, и всего, что связано с КИС-ФМ. Я желаю, чтобы вот на этом стуле я сидел еще через лет 10 и точно так же поздравлял радиостанцию КИС-ФМ, да, вот с такой бородой. Безусловно, ярких эфиров, чтобы у КИС-ФМ не было времен застоев, чтобы КИС-ФМ всегда шагала впереди, все, абсолютно все диджеи от негаграунда до попсовых понимали, что, блин, надо послушать КИС-ФМ и там зарядиться. А я пожелаю любимой радиостанции КИС-ФМ добавить еще как минимум 1-0 к этой дате. Чтобы было 100 лет радиостанции КИС-ФМ. И, может быть, к тому моменту изобретут какой-то состав, который продлевает жизнь. Я бы с радостью потанцевал, например, по Довичи на столетие радиостанции КИС-ФМ. Я бы вот так хотел обнять, но всего две руки и буквально размах, так сказать, крыльев полтора метра. Но так хочется вас всех приезжать, всех тех, кто делает эту радиостанцию, делал и будет продолжать делать, несмотря на то, что могут прийти вот такие два ряженых чувака, собственно, и продолжать желать всего самого на лучшего. Лео, хочешь поцеловать КИС-ФМ? Самые настоящие женоподобные мужики целуют и обнимают всех слушателей. Дорогие наши очаровательные КИС-ФМ, мы вас целуем. Я хочу пожелать вам всегда слушать только качественную музыку, только быть на передовой, на гребне волны, а на гребне волны КИС-ФМ. Я думаю, рейтинги не дают вам врать, и, соответственно, кого не спросите, кто что слушает. Нормальные люди слушают КИС-ФМ. Самые продвинутые, самые стильные, самые модные. И люди, обладающие чувством вкуса музыкального, слушают КИС-ФМ. На самом деле, радиостанция все есть. И, наверное, главное пожелание – это оставаться самой классной, оставаться самой большой, и оставаться самой танцевальной радиостанцией не только Украины, а становиться, наверное, еще самой классной танцевальной радиостанцией России, Белоруссии, Молдовы, Европы, Австралии, США. Вот туда. Я желаю радиостанции процветать, завоевывать больше регионов, соседние страны. И чтобы диджеи этой станции играли все больше и больше в разных городах и странах. И, конечно же, дарили людям счастье и радость. Это самое главное. Желаю радости и счастья. Я очень надеюсь, что где-то лет через 35, когда Саша будет около 60, КИС-ФМ еще будет работать, и он сможет потанцевать под Дабстэм. Да. Пожелать хотелось бы радиостанции еще 10 лет как минимум. Ну, а потом еще 10, еще, еще, еще. Вот. Ну и, конечно же, благодарного слушателя, который бы оценил все то, что вкладывается. А, поверьте, вкладывается очень много в эту радиостанцию. Ну и, конечно же, чтобы коллектив КИС-ФМ был такой же сплоченный, такой же радостный. И хотелось всегда вернуться в эту студию, на КИС-ФМ. И хотелось каждый раз включить КИИ-165-ФМ. КИС-ФМ уже прожила 10 лет. Очень много людей, которые начинали с нами. Вот они все эти 10 лет прожили. Но танцевальная музыка очень сильно меняется. Просто хотелось бы, чтобы все-таки люди слушали КИС-ФМ и оставались в тренде. Потому что, если вы в какой-то момент выпадаете из истории, вы перестаете слушать КИС-ФМ. Вы просто остаетесь на уровне вот этого диско-хауса. И как бы все. Как говно мамонта, ископаемыми становитесь. Просто слушайте КИС-ФМ. Мы всегда в тренде. Мы всегда четко знаем, что сейчас популярно. Стараемся вас насильно доставать этой новой музыкой. Я как-то потихонечку, аккуратно вам ее преподносил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я очень люблю шансон. Я просто жить без него не могу. Я на КИС-ФМ в рабстве. У меня собрали паспорт и сказали, что если же я не отработаю свою любовь к шансону, меня сдадут на органы.